Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, где это записано в Писании, я сейчас вам скажу, чтобы если у вас появится желание, вы могли потом подробно все это прочитать. Двадцать шестая глава Евангелия от Матфея, с 17 по 19 стихи. Когда мы говорим о том, что было шесть часов вечера и все они были в горнице, Это говорит о том, что фактически день закончился для евреев. Потому что как только будет закат, он произойдет, может быть, через час, может быть, чуть позднее, начнется пятница. Где-то три часа провели ученики с Иисусом в лагнице. Это уже получается девять часов вечера. После этого ученики Иисуса вместе с ним отправляются по тропинке в Гефсиманский сад. Посмотрите, где располагалась горница, вот в этой части, в верхней части города. А Гефсиманский сад располагался вот здесь. То есть, можно сказать, по диагонали выше. А если вот посмотреть на это расстояние, То это приблизительно будет 2-3 километра. И так где-то в 9 часов вечера Иисус сначала разговаривал со своими учениками вокруг стола. И говорил о том, какой у Бога замысел для будущего. И вот эта беседа или проповедь записана в Евангелии от Иоанна в 14, 15 и 16 главе. И когда вы себе представляете вот эту обстановку, Когда Иисус Христос говорил эти слова, которые записаны в Евангелии от Иоанна, Не представляете себе Иисуса Христа в качестве проповедника, Который стоит за кафедрой и проповедует своим ученикам. Представьте Его возлежащим около стола вместе с учениками, Он ведет обычную беседу. И вот после этого они уже стоят из-за стола и отправляются в Гефсиманский сад. По дороге Он продолжает с ними беседовать, а они Его слушают. То есть им нужно было пройти через весь город. Возможно, они прошли вот эту вот храмовую территорию. И вот всю эту дорогу Иисус Христос говорит им о том, Что кратко записано в Евангелии от Иоанна в трех главах. Через вот эти ворота, которые называются ворота Стефана, Хотя нет, конечно, точных сведений о том, Через какие именно ворота они выходили. Они могли выйти через восточные ворота. Через какие бы ворота они не вышли, Они направлялись к Гефсиманскому саду. И там Он пребывает со Своими учениками. Он продолжает говорить с ними И говорит им о том, что записано в Евангелии от Иоанна в пятнадцатой главе, О том, что Он истинные лоза, а они ветви. И потом Иисус отдаляется немного от Своих учеников для того, чтобы помолиться. И Он просит Своих учеников, чтобы они бодрствовали, чтобы они Его подождали, пока Он молится. И, естественно, что они заснули, и Он напоминает им о том, что они должны бодрствовать и молиться. Естественно, что Он испытывает определенные муки во время молитвы в саду, Так как знает, что Его ожидает последующие дни. Его молитва записана в Иоанна в семнадцатой главе. Эту молитву еще называют первосвященнической молитвой. Некоторые из вас ничего не записывают, я очень надеюсь, что у вас хорошая память. Где-то до полуночи Он молится. И где-то около полуночи, как раз или после полуночи, появляется Иуда с воинами. И поцелуем предает Иисуса Христа. Естественно, что поцелуй — это была естественная форма приветствия среди восточных людей. До сих пор они это делают. И я вот видел, что в России тоже это принятая форма приветствия, что люди целуются при встрече. А вот на Среднем Востоке нужно за плечи держать человека и поцеловать в обе щеки. Естественно, что Иуде необходимо было показать, кого именно нужно было арестовать, потому что римские воины могли и не знать, кто из этих людей был Иисусом Христом. Поэтому он и предает его с помощью поцелуя. Now keep in mind that these soldiers were not Roman soldiers. Извините, эти солдаты не были римскими солдатами. These were part of what were called the temple guard. Это были страшники, которые были при храме. They were Jewish soldiers who maintained order in the temple area. Это были солдаты, воины из Иудеев, которые следили за порядком в храме. Okay, and now for the next six hours, И вот последующие шесть часов, Jesus goes through a lot of agony, agony of a trial. Иисусу Христу предстоит пройти очень много, можно сказать, мук, которые связаны с тем, что нужно пройти через несколько судов. But probably most of that activity took place between midnight and maybe two to three in the morning. Скорее всего, все вот эти суды начались после полуночи и закончились где-то в 2-3 часа утра. После того, как Иуда конкретно указал на Иисуса Христа, несмотря даже на то, что ученики хотели немножко посопротивляться, Иисус Христос не сопротивлялся и позволил себя арестовать. И так вот солдаты его привели Вели его по долине Кедрон, вот как раз вдоль городских стен. Это получается, что где-то на 10-15 метров ниже уровня стены они шли. А потом необходимо было подниматься по ступеням очень высоко. И дойти до дома первосвященника. А это был дом Каиафы. И вот этот дом первосвященника находился недалеко от горницы. Каиафы, как первосвященник, в общем-то, должен был побеседовать с Иисусом Христом. И его обвинения потом будут выслушивать, или его приговор уже потом будут выслушивать римские власти. Но до Каиафы был еще первосвященником отец его жены, то есть, получается, его тесть, которого звали Анна. Однако римляне уже его не признавали в качестве первосвященника. Однако евреи верили, что если кто-то был первосвященником, то он остается им на всю жизнь. А несмотря на то, что уже формальной власти первосвященника у Анны не было, а его все равно евреи почитали и уважали. И, кстати, запишите еще фрагмент, в котором говорится о предательстве Иуды. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 47 и 48 стихи. А вот именно поэтому, прежде чем Иисус Христос предстал перед Каиафой, его привлекание к бывшему первосвященнику. И встреча с Анной записана в Евангелии от Иоанна, 18 главе, с 19 по 23 стихи. Они надеялись, что Анна обвинит Иисуса Христа либо в ереси, либо в богохульстве. Но так как у него, в общем-то, власти уже и не было, Он отправляет Иисуса Христа к Каиафе и к тем, кто был членами Синедриона. А вот здесь вот, рядом с храмом, располагалось место, где собирался Синедрион. Теперь вот от дома Каиафы ведут Иисуса Христа в Синедрион. И там ему пришлось предстать перед Каиафой и перед Синедрионом. Это событие записано в Евангелии от Матфея, 26 главе, с 57 по 68 стихи. И там появились несколько лжесвидетелей, которые свидетельствовали против Иисуса Христа. И когда Каиафа спросил о том, Мессия ли он, он ответил, что да. И вот в это время как раз Каиафа разорвал одежды и вскричал, что он богохульник. Синедрион приговорил Иисуса Христа к смерти. Однако вот возникает небольшая проблема. Дело в том, что в соответствии с Римским законом Синедрион не имел права встречаться и принимать какие-то решения по ночам. Поэтому они нарушали Римский закон, и вот их приговор не имел никакой силы, так как они встречались где-то в 2-3 часа утра, то есть это еще ночь. А что же они делают, чтобы обойти этот закон? Вот из этого места, где они собирались, они отправили Иисуса Христа снова в дом Каиафы и держали его там в качестве узника всю ночь. Может быть они его в яму бросили, в темницу, которая была в этом доме. Если вы сейчас поедете в Иерусалим, то сможете даже увидеть вот эту темницу, эту глубокую яму, в которой, по преданию, как считается, находился Иисус Христос. Естественно, что они должны были обвязать его веревками, чтобы спустить в эту яму. Именно в то время, когда узником был Иисус Христос в доме Каиафы, отрекается от него Петр. Отречение Петра описывается в Евангелии от Луки, в 22 главе. С 54 по 62 стихи. А потом, когда наступило утро, когда был рассвет следующего дня, это 6 часов утра, где это уже проходит 12 часов с того времени, когда вот у них была последняя пасхальная вечеря. А где-то в 6 часов утра Иисуса Христа вытаскивают из этой темницы, и снова отправляют на суд перед Синедрионом. И тогда уже формальный приговор был объявлен Синедрионом. Making his conviction legal in the eyes of Rome. Теперь же все они сделали по закону, по римскому закону. But of course the next step was to gain the approval of the governor, Pontius Pilate. Естественно, что еще одно условие необходимо было соблюсти, это получить одобрение или получить подпись, так скажем, Pontius Pilate. Поэтому Иисусу Христу пришлось пройти еще вдоль храма, по храмовой горе, чтобы прийти в крепость Антония, где он мог встретиться с Pontius Pilate. И эта встреча с Пилатом описывается в Евангелии от Луки, в 23 главе. Сто 2 по 7 стихи. Пилат не нашел никакой вины и не думал, что Иисус Христос совершил какое-то преступление. А естественно, он даже не знал, как ему поступить в данной ситуации. А затем он узнает о том, что Иисус был из Галилеи. А он почувствовал даже облегчение, узнав об этом. Он сказал, что Галилея не относится к той территории, которая находится под моей юрисдикцией. Галилея правит Ирод. Я не должен принимать никаких решений в данном вопросе. Он должен предстать перед Иродом. И Пилат отправляет Иисуса Христа к Ироду. Теперь они снова проходят вдоль храма и добираются до дворца Ирода. Несмотря на то, что Ирод правил той территорией, где жил Иисус Христос, он его до этого не встречал ни разу. И вот эта встреча с Иродом записана в Евангелии от Луки, в 23 главе, с 8 по 11 стихи. Ирод слышал об Иисусе Христе до этого, и поэтому, встретившись с Ним, хотел, чтобы Он какое-нибудь чудо сотворил. Ирод начал смеяться над Иисусом Христом, и также те, кто Ему служил, стали смеяться над Ним. Именно вот в это время как раз надевают на Него корону из тернового венца, одевают багреницу на Него. Как если бы Он был царем, однако снова отправляют его к Пилату. А теперь вот уже знаменитый и известный всем суд, который вершил Пилат. И вот эта вторая встреча с Пилатом записана в Евангелии от Луки, в 23 главе, с 13 по 25 стихи. Естественно, что у Иисуса Христа была ужасная ночь. Уже вот к этому моменту Он был измучен. То есть по городу его водили, туда-сюда всю ночь. Уже успели его побить. Он был очень немощен. И, естественно, Пилат тоже был слаб в определенной степени и не хотел противиться тому, что требовала толпа. Несмотря на то, что он не находил никакой вины в Иисусе Христе и, в общем-то, был убежден, что он не виновен. В конце концов, Он все-таки сказал, «Евреи, мне не нужны никакие мятежи от вас и беспорядки, поэтому делайте, что хотите». Он говорит, «Я умываю руки и никакого отношения к этому я не имею». А И вывел Иисуса Христа, а Он стоял перед толпой, Он как бы отдал. А евреи вообще, смертная казнь у евреев обычно через побивание камнями. Наверное, евреи с удовольствием бы вывели Иисуса Христа за пределы города и там бы Его побили камнями до смерти. Однако, это нельзя было исполнить смертный приговор без одобрения прокуратора. И, естественно, теперь смертную казнь приводят в действие не евреи, а римские власти. А римские власти использовали распятие в качестве смертной казни. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com А поэтому, после того, как покинул Иисус Христос крепость Антонию, здесь вот такие вот узкие улочки, они ведут вверх в гору. А потом нужно было выйти за пределы города и дойти вот до горы Голгофа. Если Голгофа действительно располагается вот на этом месте, то расстояние между крепостью Голгофа где-то километр, может быть, два километра. А опять-таки, Он шел не по ровной дороге по равнине, а это был подъем в гору. И рано утром, в 9 часов утра, произошло распятие. Иисус Христос был настолько истощен после вот этих вот событий, что умер очень быстро. Наверное, через три-четыре часа после распятия. Иногда бывали случаи, что после распятия люди висели еще целый день на кресте, прежде чем они умирали. Но, к счастью, Иисус Христос умер очень быстро, именно из-за того, что у Него было такое истощенное физическое состояние. И уже вот к трем часам дня, Он уже был где-то в три часа дня, Он уже был снят с креста и положен в гробницу Иосифа из Арамеи. И я еще хочу несколько комментариев о распятии сказать, что когда людей распинали, они не истекали кровью до смерти. Те вот гвозди, которые вонзают в ладошки и в ноги, естественно, что появляется кровь, но потери крови не такие большие, чтобы умереть от этого. А иногда не в ладошки забивали, а в запястья. Потому что когда люди умирали, те, кто был распят, они обычно умирали от удушения. Потому что когда они висели на кресте, они часто пытались хоть немножко воздуха набрать, чтобы дышать, и поднимались. А для того, чтобы поддерживать себя в таком состоянии, нужно было напрягать ноги. Но когда вот не было уже никаких сил для того, чтобы поддерживать себя, а то тогда они вот так сникали. И вот уже легкие просто не могли дышать. То есть они умирали от недостатка воздуха. А для того, чтобы ускорить процесс, чтобы люди могли побыстрее умереть после распятия. Очень часто брали копии солдаты и разбивали, ломали ноги тем, кто был распят. Чтобы они не могли пользоваться ногами и дыхать воздух. И то же самое бы они сделали с Иисусом Христом, но он умер раньше, чем обычно это делалось. И таким образом он исполнил пророчество, что ни одна кость не будет сломана в его тени. Насколько возможно было воспроизвести вот эту хронологию, вот так ее и воспроизвели, последние часы жизни Иисуса Христа. И еще раз я повторяю, что это очень важно знать, не только для контрольной, но и для того, чтобы правильно рассказывать историю об Иисусе Христе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!